Коляска BR. Еще один китайский вариант компактной коляски. Весит она 7 килограммов и предназначена для детей до 25. Привлекает мам перекидной ручкой и возможностью катания ребенка лицом к себе. Но о том, насколько это удобно, мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим эту коляску поближе. Ручка BR покрыта пенкой. Сама по себе она тонкая. Держаться за нее менее приятно, чем за другие аналогичные коляски. Из-за того, что ручка перекидная, она довольно сильно люфтит. Высота ручки почти 100 сантиметров. Несмотря на то, что кап можно поставить в любом положении, здесь он чисто номинальный и ни от ветра, ни от солнца не защитит. Сзади есть удобный карман для мелочей. Ткань можно откинуть в жару, чтобы коляска проветривалась. Система опускания спинки – стандартные шнурки. Опускается спинка на 175 градусов. Дно у коляски получается почти совсем ровное. Нет стыка между спинкой и сиденьем. Подойдет коляска даже самым маленьким деткам. Длина спального места 80 сантиметров. Прилично для компактной коляски. Ширина почти 32 сантиметра. Подножка у коляски довольно легко регулируется. Спинка ставится почти в самое вертикальное положение. Завала здесь нет. Удобный бампер открывается с обеих сторон. Замок для ремней тоже удобный. При желании можно пристегивать малыша только на нижних ремнях. В коляске идут два комплекта ремней. Одни для совсем крохи, вторые для подросшего ребенка. Разница в них 15 сантиметров. Матрасик держится здесь только на ремнях. Первые пару дней от матрасика есть запах. А ткань с коляски снять более проблематично. Все здесь на кнопках. Чтобы снять кап, нужно поработать отверткой. Сзади капюшон крепится к креслу с помощью молнии. Это очень удобно, так как появляется дополнительное место для вещей. Например, детских игрушек. Передние колеса можно зафиксировать. Кроме того, их можно даже поставить на тормоз. Хотя это довольно неудобно и бесполезно. Ведь на задних колесах есть очень удобная тормозная система. Обратите внимание, что между задними колесами нет перекладины. И значит, вы никогда не будете пинать коляску. Корзина здесь небольшая, но с твердым дном. Подлезть к ней сложнее, чем к корзине в Йоэ. Но легче, чем в кабине Тута. Здесь подумали о том, что ручка сложения может мешать. И сделали ее подвижной. Складывается коляска легко. Сначала кап, а потом беремся за ручку. Вот и все. В сложенном состоянии коляску можно переносить за ручку или повесить на плечо. А вот разложить ее немного сложнее. Так как есть крючок, который нужно расстегнуть. То есть одной рукой разложить коляску довольно проблематично. Коляску можно положить в сумку-переноску, чтобы перевозить в ручной кладе. Колеса после недели активного катания. А теперь пошлите катать коляску на улицу. Как я уже сказала, основное преимущество этой модели – это перекидная ручка. Но заметьте, что в перекинутом состоянии ручка находится довольно низко. Если ваш рост выше 160, будете нагибаться, как я или Маша. Кроме того, будете то и дело биться ногами о колеса. И да, в таком положении коляску просто невозможно затащить на тротуар. Перед каждым бордюром ручку придется перекидывать. В принципе, ручка неплоха в экстренных ситуациях. Например, довезти ребенка до машины после бассейна в ветреную погоду, чтобы он не замерз. Но использовать такую ручку постоянно будет довольно проблематично и тяжеловато. Еще один минус коляски, который мы заметили – это стопор колес. Если откатить коляску чуть назад и в сторону, колеса встают колом и ехать никуда не хотят. Это актуально при заезде, например, в горку. То есть, если во время подъема откатить коляску случайно немножко назад, то очень вероятно, что она встанет колом на дороге и поднять ее будет очень сложно. Впрочем, коляска может стопорнуть не только на горке или петли. При заезде в подъезд такое тоже может случиться. И если вы завезете коляску в лифт за собой, то при выезде из него, скорее всего, она тоже стопорнет. В остальном едет коляска тихо и хорошо, маневренно и легко управляется одной рукой. Довольно хорошо приезжают все дыры, не страшится ям. Едет плавно и мягко. Хорошо прошла мой любимый бордюрчик, хотя застопорилась один раз. Несмотря на люфт в ручке, ее легко поднять на тротуар. И смотрите, даже при подъеме на бордюр передние колеса иногда могут стопорнуть. Коляска отлично мягко, плавно едет по газону, по тропинкам, по корням деревьев. Проходимость у нее хорошая. Тихо и маневренно. Легко проезжает по гравию. Не стучит, не гремит, не скрипит. Колеса вообще довольно тихие здесь. На плитке, на гравии коляску не слышно. Коляска стоит в районе 15 тысяч. И в этой же весовой и ценовой категории находятся Snap 4 и Baby Jogger City Mini. Несмотря на то, что эти коляски менее компактные, на роли основной прогулки я бы выбрала австралийца или американца. Но никак не Bear. Таких денег, мне кажется, она не стоит.